Я думаю у каждого игрока возникал такой вопрос, как стать администратором в этой игре? Сегодня в этом ролике мы свяжемся с главным администратором, который даст нам пару полезных советов. Я думаю не стоит тянуть, желаю всем приятного просмотра! Дружище, если ты хочешь создать свой сервак в сампелик РМП, то тебе на bighost.org. Лучший игровой хостинг с низкими ценами и максимальной защитой. Итак дорогие друзья, сейчас с нами главный администратор сервера Аризона РП Юма, Леонардо Торрен, то есть Матвей. Привет Матвей! Всем привет! Сегодня Матвей, как опытный и довольно-таки олдовый администратор этого проекта, даст нам пару полезных советов, касаемо админки в этой игре. Приветули! Короче, Матвей смотри, вот что нужно для того, чтобы стать админом? Вот, к примеру, вот человеку только вот зарегался на серваке, у него вот первый уровень, у него ничего нету и у него вот конкретная цель стать администратором. Что ему необходимо делать для этого? Ну, как минимум, изначально нужно прокачать свой уровень, как минимум, для того, чтобы стать лидером. Отстояв месяц лидерки, либо еще больше прокачав уровень и пройдя через обзвон. В общем, есть только два варианта. Либо взять лидерку какой-либо организации, либо пройти обзвон. Вот так, да? Да. А какой вариант будет полегче, по твоему мнению? Стать администратором легче через обзвон, но после того, как ты будешь назначен, легче будет стоять лидерки, так как все нормы для повышения для лидерки меньше. Я не понял, что среба. Человек, который стоит лидерку, он типа более опытнее или как? Я имею ввиду в том плане, что человек, который стал чек с обзвоном, ему придется там и аэропорту больше отвечать и всего в этом. Ага, то есть, если человек становится через обзвон, ему придется, ну, гораздо больше как бы поработать, да, чтобы потом получить новый уровень. Ну, выходит, что так, но стоит учитывать тот факт, что стоя лидерку, ты еще месяц тратишь на саму лидерку, перед тем, как быть хаутером-админом. Я понял. А вот смотри, а есть такой вариант, что вот человек вот отстоял лидерку, и его не допустили к посту администратора, то есть ему отказали. Шансы этого очень маленькие, в основном мы бегаем всех. Так, а касаемо обзвона, его тяжело пройти? Вот из всех человек, которые пытаются пройти обзвон, какая часть не справляется с поставленной задачей? Вот сколько человек отсеивается? Ну, довольно-таки маленькое количество человек. Нужно знать всю основную информацию о серваке, правила, мод. А уровень какой нужен? Для последнего обзвона нужен был 20-й, были обзвоны из 25-го и из 30-го. А с какой периодичностью вот примерно проводятся вот обзвоны? Раз в месяц, раз в два месяца, как это происходит? Ну, приблизительно раз в месяц бывает чаще, чем раз в месяц. Но сейчас они чуть чаще пошли, потому что админов довольно-таки мало было после всех тегментов. Ну, в принципе, администратором стать можно, да? Каждый, если он как бы захочет поставить себе такую цель, он сможет ее достичь. Вот сколько вот понадобится вот времени, вот как ты думаешь, приблизительно, чтобы вот новичок зарегался, вот сколько ему нужно вот времени, чтобы он уже освоился, все изучил, ну, не знаю, лидерку взял, отстоял ее, а потом уже получил пост администратора. Сколько для этого должно пройти времени, как ты думаешь? Ну, все зависит от человека, в основном, ну, месяца два. А вот так вот, человек, который становится на пост администратора, какие у него в будущем перспективы? Вот у него вот так же идет повышение, вот с первого на второй, третий, четвертый и так далее, да, получается? Да. Администраторы, что они вообще получают в итоге вот за свою работу? У них есть какая-то, не знаю, плата? Ну, только начиная, вероятно, с управляющего состава. Угу, управляющий состав, это получается зам и ГА, там уже они получают реальную плату, получается, да? Ну, по идее у нас в управляющий состав входят ГА, ЗГА, два куратора на данный момент, два техадмина и ГСЗХЛ. Ага, то есть вот этот вот состав получает заработную плату, правильно? Ну, минимальную, да. Но это нельзя сказать, заработные платы больше как, ну, по гейме такая, за месяц. Ага, а у вас есть разница вот, как бы, в плате или у всех одинаково? Ну, разница, конечно, есть. А вот, ну, вот, например, вот, к тому же куратору, если бы он нигде бы не работал, а получал бы только бы деньги за то, что вот он админит в этой игре, он бы смог бы прожить в реальной жизни? Конечно нет. А главный админ, вот, заработная плата его, вот он бы смог бы прожить, вот, не знаю, там? Я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос, потому что еще не было, еще я даже месяц не отстоял. Я понял. Ты даже не знаешь, какая у тебя зарплата? Не. Ну, узнаю, сколько. Ну, меня особо это сильно никогда не волновало. Тогда смотри еще вот такой вот вопрос. Ты играешь на Юме самого открытия, вот, и сразу был замом главного админа. А вот вообще, что тебя натолкнуло на то, чтобы стать админом вообще, вот, пойти в эту стезю? Я просто решил попробовать, и это как-то слишком далеко зашло. Касаемо фарма вертов на админке. Но сейчас вот я вот смотрю, я вот захожу вот в панель администратора, и вот здесь есть такая функция, ежедневные админские квесты. То есть, каждый день их можно выполнять. Из-за выполнения данных квестов, тут, в принципе, можно так немало азекоинов заработать. Тут вот, ответить на 30 репортов, и можно получить 50 азекоинов. В принципе, это выполняется очень быстро. 50 легчайших азекоинов, короче. То есть, как бы, подфармить здесь можно очень хорошо. Ну, а так, смотри. Вот, к примеру, вот, админ фармит верты, да? Он имеет право оставить их себе? Или, там, не знаю, ты можешь потребовать их и забрать у него просто? Нет, он вполне может себе спокойно оставлять. Мы ни у кого их не забираем. Ну, насильно мы не забираем. Ну, кроме случаев каких-нибудь, когда, допустим, он не сам эти верты заработал, а, например, с баланса фракции снял. Ну, а так, давай вот, в общем, подведем вот вывод вот с тобой сейчас. Какие плюсы и какие минусы, вот, ты можешь назвать касаемо вот админки вообще вот. Вот давай начнем вот, наверное, с плюсов. Все плюсы и минусы человек может только сам для себя определить. Потому что кому-то что-то может быть плюсом, кому-то минусом. Надо постоянно выполнять, можно сказать, одну и ту же работу, но как плюс, типа, ты пробуешься в чем-то новом. Ну, не знаю. Ну, вот смотри. Вот как для меня самый главный плюс админки заключается в том, что админка несет в себе что-то новое и придает новый интерес к игре. А вот минус, минус, как я считаю, самый главный, это вот как раз-таки, вот как ты сказал, рутина. То, что приходится выполнять постоянно каждый день одну и ту же задачу. Ну, а также то, что приходится отдавать, как бы, админке очень много времени. Вот. Тебе есть норма определенная, которую ты должен постоянно выполнять. Ну, сама админка в целом, если человеку нравится, то это идет в плюс. А что-то отдельное выделить как плюс, ну, я не знаю, я не могу. Ну, на этом, дорогие друзья, я думаю, данный ролик подошел к концу. В этом ролике мы с вами поговорили касаемо того, как стать админом на этом проекте. Если данный ролик вам понравился, то не забудьте поставить ему лайк, ну, а также подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. На этом, я думаю, все. Желаю всем успехов в достижении ваших целей. Всем успехов и удачи!